МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня тема нашей программы – телефонное мошенничество. Беседу проводим с исполняющим обязанности начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Рязанской области Андреем Кузнецовым. Здравствуйте, Андрей Викторович. Здравствуйте. Предлагаю сразу начать с очень актуальной проблемы, с мошенничества телефонного. Расскажите статистику, которая есть у вас. Да, действительно, в настоящее время данный вопрос является действительно актуальным, поскольку развитие активной современных технологий коммуникационных способствует росту преступности, совершаемых с их использованием. В частности, по итогам 7 месяцев текущего года на территории ИОНа число преступлений, совершенных с использованием современных информационных технологий, возросло более чем на 50%. В основном такие преступления совершаются с использованием средств сотовой связи, сети интернет, в частности, это различные мессенджеры, социальные сети, торговые маркетплейсы, различные площадки, на которых предоставляется возможность опубликования бесплатных объявлений. В принципе, всё. А вот основные, это как раз вы ещё основные способы заодно рассказали, да? Ну, это не совсем способы, это всё-таки те средства, которые используют мошенники при совершении этих преступлений. То есть уже по способам, если... Да, давайте про способы тогда поговорим. Какие способы хищения в основном мошенники сейчас используют? Что касается способов совершения преступления, тут данная преступность характеризуется достаточно широким многообразием. Преступники быстро адаптируются к современным условиям, начинают очень активно использовать те нововведения в информационной среде, которые вводятся в общественный, так сказать, оборот. Поэтому можно выделить, наверное, ряд основных способов совершения мошенничества. Но прежде всего основной способ – это телефонное мошенничество. Тут следует иметь в виду, что мошенники достаточно хорошо разбираются в психологии граждан, умело используют ту информацию, которую они сообщают им уже в ходе телефонного разговора. Либо граждане сами размещают эту информацию в социальных сетях, сообщают в мессенджерах, в каких-то группах и так далее в ходе текущего общения. Преступники используют в основном такие мотивы, как беспокойство за близких, за родственников, за знакомых, за свои денежные средства, находящиеся в счетах в различных кредитных организациях. Ну, также и нередки случаи, когда мошенники используют желание, так сказать, легкого обогащения. То есть предлагают какие-то выигрыши, призы получить и так далее и тому подобное. Но все-таки в настоящее время наиболее распространенным это являются звонки от так называемых сотрудников службы безопасности кредитных учреждений, центрального банка, банка, в котором у гражданина оформлен счет, и иные, близкие к финансовому институту учреждений. И либо от имени правоохранительных органов. То есть это может быть звонок от имени следователя, из прокуратуры, из следственного комитета, ФСБ. Преступники, они используют абсолютно любые названия организации, иногда даже бывают вымышленные. При этом нередки случаи, когда используются реальные фамилии, имя, отчество тех или иных сотрудников, особенно это касается правоохранительных органов, поскольку многие сотрудники, ну они появляются там где-то в информационной среде, то есть фамилии, имя, отчество узнать не так сложно. Соответственно, на первый взгляд такой разговор может даже очень показаться правдоподобным, что действительно звонит тот человек, тем более если гражданин перед этим буквально за два дня видел его по телевизору, так сказать. Это в ходе общения начинается там с какого-то отвлеченного, может быть, темы, но в ходе общения мошенники в основном приводят потерпевшую, жертву, к необходимости сообщить им различные коды под предлогом того, что их деньги в опасности, различную конфессиональную информацию, в том числе для доступа к интернет-банкингу, чтобы завладеть этим денежным средством уже самостоятельно, впоследствии введя необходимые пароли и проверочные коды, которые им сообщат потерпевшие в СМС-сообщении, которым пришли. И либо в итоге вынуждают или подводят потерпевшего к необходимости, что с целью защиты денежных средств, находящихся на его банках в счетах, ему необходимо все эти денежные средства, так сказать, перевести на безопасные счета. То есть люди зачастую снимают денежные средства со своих счетов и переводят уже на счета, подконтрольные мошенникам. В последующем, соответственно, мошенники прекращают общение, только тогда люди понимают, что в действительности их обманули. В качестве менее распространенных способов мошенничества можно отметить, как уже отмечалось, это звонки о выигрыше. Тут под предлогом того, что для получения выигрыша необходимо заплатить налог, оплатить пересылку, доставку, еще какие-то другие платежи. Соответственно, люди переводят денежные средства, но, естественно, никакого выигрыша они не получают. Размещение мошенникам на сайтах бесплатных объявлений, выгодных предложений, так сказать, то есть товаров по явно заниженной цене. Люди, соответственно, хотят приобрести этот товар, но мошенник, опять же, либо оплатить доставку, либо внести предоплату, различные предлоги находят, соответственно, денежные средства перечисляются, но либо им присылают совсем не то, что они хотели, либо не присылают в общем, то есть мошенник пропадает со связи. Также нередки случаи, когда люди попадаются на уловку с мошенническими интернет-магазинами. Опять же, схема достаточно простая, то есть размещаются предложения о покупке товара по очень привлекательной цене. То есть бывает, что цены занижены в несколько раз от рыночных условий. Люди клюют на эту нашивку, оплачивают этот товар на сайте, все с виду может даже выглядеть очень презентабельно, и сайт красивый, и товар сфотографирован красивый, но в итоге им, конечно, ничего не доставляется, не приходит. Еще один способ мошенничества – это так называемый фишинг. То есть это поддельный сайт, если сказать на простом языке. То есть создается сайт, внешне имитирующий какие-то популярные маркетплейсы, сайты бесплатных объявлений, интернет-банкинга, все, что возможно. Адрес сайта может зачастую отличаться одной, в нескольких цифрах каких-то дополнительных, одной буквой, и с виду все будет выглядеть очень презентабельно, так сказать. Но ссылки на этот сайт, как правило, они присылаются в различных спам-сообщениях, то есть о предложениях, опять же, выгодных покупок, товарах совершения, о получении каких-либо дополнительных скидок, дополнительных акций каких-то от банков, ну, все, что угодно может быть. Соответственно, человек переходит по этой ссылке, внешне он, сайт похож на тот привычный сайт, которым он пользовался до этого, и там на площадке, и он может и не заметить, что как бы сайт не настоящий. Соответственно, на этом сайте человек уже начинает вводить различные пароли, коды доступа, вводить данные банковских карт, и в итоге либо мошенники получают доступ к его счетам и уже самостоятельно переводят деньги, либо прямо даже на этом сайте зачастую осуществляется перевод денежных средств на счета под контрольных мошенникам. Менее распространенные способы – это разнообразная схема мошенничества, так сказать, с удаленной работой, то есть размещаются объявления, предложения какой-либо деятельности, в основном это деятельность на дому, это может быть сбор ручек, оставление отзывов на каких-то сайтах, абсолютно максимально это, при этом предлагается достаточно высокой оплаты труда, то есть это начинает от 30 тысяч и заканчивая сотнями тысяч зарплаты в объявлении, так сказать. Человек откликается на это объявление, но тут ему предлагают либо оплатить обучение, либо оплатить какие-то стартовые материалы. Соответственно, человек оплачивает, в итоге ему либо приходят какие-то бесполезные вещи, в лучшем случае, а в лучшем случае, опять же, мошенники пропадают со связи, и человек просто остается без своих денег. Но приведенные способы, которые сейчас мы с вами обозначили, они не являются исчерпывающими, и мошенники могут модернизировать, несколько способов соединять в один способ, то есть это может быть сначала телефонная мошенничество, которая может перерасти в тот же самый фишинговый сайт, в который они в ходе телефонного предоставили ссылку и так далее и тому подобное. То есть вариаций очень-очень-очень много, поэтому тут как бы универсального способа не существует. Если бы он был, то, наверное, правоохранительного органа достаточно легко было бы все это пресекать. Ну и хотя о профилактике таких преступлений заботятся все ведомства и бесконечно предупреждают людей, и уже эти способы все равно более или менее известны, большому количеству людей все равно жертв много. Вот что делать тому, кто все равно стал жертвой такого мошенника? Но в первую очередь надо незамедлительно обратиться в полицию, либо в любой правоохранительный орган, но непосредственно раскрытием, расследованием именно мошенничества, именно имущественных преступлений занимаются сотрудники полиции. При обращении в полицию необходимо одновременно с соответствующим заявлением, в котором изложить обстоятельства произошедшего, предоставить также и подтверждающую информацию. Это информация о совершенных банковских каких-то переводах, это переписка, возможно, с теми злоумышленниками, которые обманули гражданина, и иные любые документы, которые подтверждают обстоятельства того, что произошло. И уже, соответственно, это позволит наиболее оперативным сотрудникам полиции отреагировать на поступившие заявления и избежать дополнительного запроса информации у самого гражданина, в кредитных организациях, ну, как бы сэкономить время. В полицию можно обратиться, как лично придя в ближайший отдел, который находится в каждом районе нашего города, либо использовать интернет-сервисы. То есть есть официальный сайт УМВД России по Рязанской области, на котором подусмотрен функционал подачи соответствующего обращения, к нему же можно там и приложить соответствующие документы в электронном виде, кому как удобнее. Также человек, в принципе, может обратиться в любой правоохранительный орган, будь то прокуратура, следственный комитет, ФСБ, но дело в том, что это займет дополнительное время на пересылку его обращения по подведомственности в полицию, которые уже и сотрудники полиции, которые будут заниматься именно рассмотрением его обращения. Ну и давайте расскажем о том, если удается раскрыть преступление, какое наказание следует тому, кто виновен. Наказание, оно, так сказать, градируется все от квалификации действий злоумышленника, преступника. И все в первую очередь зависит от суммы причиненного ущерба, то есть суммы похищенных денежных средств, суммы похищенного имущества, если это было имущество. Но максимальное наказание за совершение мошенничества в особо крупном размере, а особо крупный размер – это стоимость имущества, превышающая 1 миллион рублей, составляет до 10 лет лишения свободы с возможностью назначения дополнительного наказания в виде штрафа, либо ограничения свободы. То есть наказание за данный вид преступления достаточно серьезное, но мошенников это не пугает. Спасибо большое за подробную беседу. В очередной раз нашим телезрителям напомнили о том, что стоит быть бдительными. До новых встреч, до свидания.